Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я зачитаю историю, дам свои какие-то комментарии по этому поводу. Если вам нравятся подобные истории, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Давайте приступим. Доброго времени суток, Галина! Слушаю историю про официанта и подумала, что тоже написать, наверное, можно и свою. Я живу в Турции более двух лет. Мне сейчас 34 года. Стройная, спортивная, высокая, с финансами у меня все окей. Без излишек, конечно, но путешествую и в Европу, и на Кипре недавно была, и по Турции. В общем, это все за год у меня. У меня есть дочка, ей 3 года. Она ходит в частный садик. Дефицита во внимании каком-то у меня нет. Сделала это описание для полноты картины. Я веду небольшой блог. Жизнь, короче говоря, у меня в кайф. Я сейчас нахожусь в процессе развода. Замуж, честно говоря, не особо планировала бы в будущем, да и отношений серьезных в ближайшие пару лет тоже бы не хотела. Я направляю всю энергию в работу, саморазвитие и в своего ребенка. И вот я неожиданно в отношениях с Турком уже 10 месяцев. Нас свела с ним подруга через своего Турка по переписке из-за моей фразы «Что хочу я приключений». Ну, она мне их устроила. Решила, что готова все-таки к общению просто хорошо провести время из такого формата. Ну, просто, например, погреться в мужском внимании, поддержать самооценку. Не думаю, что он серьезно был тоже настроен на это общение. Ну, по итогу 10 месяцев мы вместе. Он 40 лет, красивый, спортивный, невысокий, уверенный в себе, очень вежливый, хорошо одет, вкусно пахнет и не был женат. Это 100% информация. Очень логичный, не опаздывает, сказал, сделал. Простая традиционная турецкая семья. По нему, честно говоря, не скажешь. Я думала, они такие просто светские. В общем, обычный работяга, не сезонный, а обычный. Так как денег йог, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. Тут начинается наша история. По классике, после первой встречи я влюбился. Миллионы сообщений про красоту. Без прямых намеков на секс, но косвенно форсировал события. Говорил такой, например, можно я тебя обниму при следующей встрече? Можно я тебя поцелую? Честно скажу, я не люблю такое. Но от него почему-то принимала все это с удовольствием. Но попросила не говорить о любви раньше времени. Отчасти я взяла инициативу в свои руки, чтобы охотником все же была я. Насколько это возможно с их менталитетом, с местными горячими традициями. Исчезающие фоточки, немного мягких эмоциональных качелей и для остроты ощущения. Играла я, конечно, от души. Честно скажу, восстанавливалась с одобрения своего психолога в скобочках. И, честно говоря, я не поняла, как у нас завязались такие классные отношения. Мы оба серьезные в жизни, как два подростка. Смеемся, щипаемся, кусаемся, деремся подушками. В общем, нам весело вместе и хорошо. Ну, я думала, рухнет все это при первых проблемах. Как только надо будет взять какую-то ответственность, быть взрослым. К тому же, бывалые в турецких любовных делах знакомые говорили всякое разное, мне советовали. Но когда я заболела, именно он купил мне все лекарства, витамины, а финансы у него очень напряжены сейчас. Это не малая сумма, к примеру. Кстати, согласна, если у вас нет лекарств, рецепта от врача, сумма в три раза выше, чем по рецепту. В общем, он проводил со мной все время, какое я мог, и даже готовил, помогал с уборкой. У меня возникли финансовые проблемы. Отдавал мне последние деньги, выходил на экстра-дополнительную работу для этого. Если у меня какие-либо любые сложности, он поднимет на уши всех, чтобы решить мои проблемы. Как оказалось, и как взрослые мы тоже окей. В некоторых моментах жизни мне бы без него было, честно сказать, невозможно трудно. Эмигрантка с ребенком в чужой стране, без языка толком. И даже сцену турецкой ревности пережили мы экологично. Из-за языковых преград решил, что у меня другой мужчина. Я думаю, тут многие поймут, чем это могло закончиться. Наверное, разрывом, да? Но по итогу все было хорошо. Первую серьезную ссору пережили и даже стали ближе. Пока выясняли, не виделись с ним целых две недели. Общались по телефону, брали паузу. Потом снова общались, проговаривали. В итоге договорились. Я в таком шоке после своего брака, что вот так может быть. Можно реально ругаться вот так. С пользой, с итогами, с разговором. Мы взаимно подстраиваемся под культуру и особенности менталитета каждого из нас. В общем, короче говоря, все идеально, кроме туманных перспектив. Я даже не сомневаюсь, что он сможет решить свои финансовые проблемы со временем. И кажется, пока мы вместе, у него появился интерес не просто работать, закрывая свои нужды и потребности, а что-то придумывать, развиваться, куда-то стремиться. Ну вот, будем ли мы семьей, многоточие. Юридический брак меня не интересует. На это есть какие-то причины, безострые нужды, смысла. Я не вижу заключать этот брак. А вот жить вместе я точно захочу, если все пойдет и так дальше, такими же темпами. И, видимо, тут как раз и будет у нас поставлена точка. Но сейчас, в моменте, боюсь про это, честно говоря, думать. Найти человека, с которым душа в душу, ты с одной планеты, стоит того, чтобы просто наслаждаться моментом многоточия. Но, честно скажу, тут я чувствую у него какой-то пунктик на традициях. Он не захочет семьей конфликта, тем более я не мусульманка. Ну и все же заранее боюсь, как может сложиться из-за разности финансов, сценариев наша семейная жизнь в будущем. Честно скажу, наверное, правильнее было бы найти мужчину из светской среды со схожим уровнем дохода. Мозгом одно, а сердце, честно говоря, говорит мне другое. Если решите прочитать и прокомментировать, будет очень интересно почитать комментарии. Ваше мнение с точки зрения менталитета очень интересно тоже. Старалась писать кратко, насколько это возможно. Смотрите, мне кажется, как вы написали к психологу, там обращались, ходите, не знаю, систематически или еще как-то. Вы очень правильно, здраво, здорово рассуждаете и правильно. Мы живем здесь и сейчас, наслаждаемся процессом. По поводу менталитета будущего, знаете, сколько здесь историй очень много. Когда родители против, не принимают и отказываются от избранницы своего сына, потому что иностранка, потому что какие-то взгляды у них определенные есть. Ну, короче говоря, столько много историй, когда это преодолевается. На самом деле это огромной проблемой, фатальной не является. Причиной расстаться, не быть вместе, на самом деле гораздо больше. Про менталитет. Вот если вам душа в душу, вам классно, вам хорошо, он поймет, что это то, что он искал, захочет, там, не знаю, с вами брак, совместная жизнь, короче, семьи, то ничто его не останавливает от этого, ничто ему не запрещает это делать. Все прекрасно. И он это возьмет и сделает. Он с вами съедется. По поводу не захочет идти против своей семьи, вы не знаете. Вы не знаете, насколько он к вам привыкнет. Десять месяцев это уже, кстати, немало. Насколько вы ему будете нужны. Просто вот ваша стратегия на ближайшее время правильная, получать удовольствие здесь и сейчас. Для того, чтобы у него было сравнение, как ему классно, чтобы он притягивался к вам больше, меньше хотел с вами расставаться, то есть понимал, что без вас ему, например, плохо, или мог сравнить, как раньше без вас было плохо. Вот это все правильно идет. По здоровому сценарию развития отношений идет. Вот я думаю, что когда пройдет еще время какое-то, например, на столик уже, например, год, он просто почувствует, что не хочет вас отпускать, что это нормально, что это здоровые отношения. И как такового менталитетного, назовем ментального, проблем, конфликта, диссонанса не будет. Когда родители видят, у вас дочка тем более есть, да, когда ты видишь, что твой ребенок кайфует, он счастлив, ему хорошо. Если ты нормально с головой дружишь, адекватный родитель, ты согласишься на все, что твоему ребенку хорошо. Хорошо. Окей, тебе может не нравиться партнеру, ты видишь, как светится твой ребенок, как ему классно, как о нем заботятся, как они там, не знаю, не ругаются, очень мирно там живут, помогают, как вот он начал там больше, например, зарабатывать, что-то напрягаться, интерес какой-то к жизни появился. Нормально, адекватные родители будут этому рады, примут с ребенком вас иностранку, не мусульманку. Это вообще решаемые вопросы на самом деле. Если мы берем, понимаете, это индивидуально от семьи зависит. Семьи бывают разные. Я знаю еще много семей, да, где могут там не принять. Я знаю также много семей, которые с ребенком примут, потому что у них в семье культ ребенка, не просто от Чуджук, как в Турции, а вот в их семье примут любого ребенка. Всех детей любят, это добрые люди. Они примут тебя с тремя детьми, они будут им как родные. Это от семьи зависит, от микроклимата в семье. Если ты не мусульманка, но они попросят имам Никях сделать, и не просто свадьбу, да, а Никях еще, религиозный брак, назовем так, аналог венчания. Блин, тут делают вообще-то. Нигде не прописано, что нельзя христианке делать. Можно. Просто вы знаете, такое дело, not legal, просто не называют, не говорят вслух, но делают обряд для родственников, для близких, могут соврать даже, что вы, например, взяли религию, поменяли, но вы этого не делаете на самом деле. То есть обходных путей уйма, если есть желание их обойти. Поэтому я считаю, что вот эта база, здоровое, нетревожное, хорошее отношение, которое у вас сейчас закладывается, продолжайте все так же, кайфуйте, не стесняйтесь быть в диалоге, говорить о своих желаниях тоже не стесняйтесь. Если вы когда-то захотите семью с ним или вместе вот жить, тоже не стесняйтесь об этом говорить. Не бойтесь, вы ничего не теряете. И если у вас будет разочарование, и он вам этого не захочет дать или не сможет, то, что вы хотите, ну, как минимум, вы спросите, не останетесь в неведании и получите ответ. Может быть, он вас не будет устраивать, но вы получите ответ. И вы будете уже решать, что с этим ответом делать, какие мне дальше действия предпринимать, как мне дальше жить, развиваться, быть с ним, не быть и так далее. То есть задача — делайте все, как есть сейчас. Все правильно идет. Затем не стесняйтесь и не бойтесь озвучивать ваши желания, если они есть. И следующее — вообще выкиньте из головы историю про менталитет и все прочее. Вот вы настолько притянетесь, у вас будет классный тандем-союз. Ему будет по плечу все вообще. Какие-то преграды, менталитет, родители и все прочее. Поверьте, эта фигня будет. Если он вас любит по-настоящему, ему с вами хорошо, у него не будет внутри страхов. Почему он может пойти по родительскому сценарию не против родителей? Потому что у него страх есть, он боится своих родителей, потерять их одобрение. А если он видит, как ему с вами хорошо, он пойдет против родительского неодобрения. У него не будет внутри страха, вы ему силу эту давать будете. А родители, на самом деле, про менталитет вы просили, куда они денутся, смирятся со временем. Не пообщаются какой-то период времени, пофукают, помукают. Но сына от него не откажутся, они турки. Они все равно примут, никуда не денутся. Этих историй тоже миллион таких. Так что вообще не парьтесь, живите, радуйтесь жизни, и все у вас будет хорошо. Пишите комментарии, автор письма попросила же об этом. Будет очень интересно почитать комментарии под видео, ваши рассуждения на эту тему. Если вы также, как автор, хотите услышать на моем канале ответ по вашей истории, присылайте на почту, она в инфобоксе под видео. Или можете записаться ко мне на индивидуальную психологическую консультацию. Также на эту же почту, просто тема письма, консультация. До новых встреч, скоро увидимся, жду ваших комментариев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok